Ну что, друзья, как вы думаете, куда я еду в 12 часов ночи? А я еду к нашим друзьям, потому что они сказали, приходи, хотим поговорить с тобой face to face. Будем разговаривать, потому что у меня очень много обид в последнее время на них. В общем, я не знаю, о чем, но о чем-то будем поговорить. Я приехал, Дим. Кто-то башмот ему. Это не я, если что. Первый она идет. Hello. Come on. Нет, нет, нет. Это Алекс? Алекс тоже? Нет, нет, нет. Какая красота у наших друзей, посмотрите. Для тебя, просто для тебя. Какая красота у нас нет? Специально для меня говорят. Ха? Какая красота у него? Это этот. Ужас. Не еде, чек? Да ну нафиг. Не еде он лады? Не еде он лады? Не еде он лады? Не еде лады о собая. Ааа, Эрай. Доброе утро всем, друзья. Доброе утро, Алексей. Сейчас мы позавтракаем. Буду рецепт снимать. Рокали у меня тут лежит. Надо его отварить до состояния аль денте и заточить так просто. Да, Леш? Вкусно, полезно. В общем, Алексей пригласил на завтрак. Ну, что-то кроме сырого брокколи и бананов на столе. Все, и кипяток. Кипяток. Ты заклеила рубашку? Заклеила. Да. Такая рубашка у нас для бутылок. Ну, здесь отклеилась вот эта штучка. Попросила Алексея заклеить. Вот эта. Мишутка за уроками сидит. Олежка тоже. Достали свой любимый гриль. Первый раз в Турции. Сейчас будем включать play. Что там надо? А что мы хотим? И мы хотим хлеб поджарить. Температуру выберем. Чик-чик-чик. Окей. Я, значит, просто не режим какой бы то ни было, а просто температуру максимально красную. Нажала окей. Как только прогреется наш гриль, он подаст звуковой сигнал. Ну, что, друзья, раздался уже звуковой сигнал. Хлебушек я поместила. Уже некоторое время хлеб жарится. Вот такая красота у нас получается. Еще чуть-чуть хочу поджарить сильнее. Вытащила салатики. Сейчас будем есть с Алексеем. Сыр, колбаса, сало, салатики. Такой у нас вот завтрак. Нам приятного аппетита. Кто с нами ест, тоже приятного аппетита. Всем остальным хорошего дня, отличного настроения. Такие аппетитные салатики у нас. Сейчас будем есть. А нам привезли комод. А? Что? Hello. Hello. Morning. Morning. I slept at 7 or 8 o'clock in the morning. I was watching television, сериал. Yes. I lost everything. Thank you. Алексей уже все распаковал. Эту картонку положил уже на выброс. И начинает, согласно инструкции, собирать шкаф. Что у тебя майка какая-то вся? Потная что ли? Надо ее с этим отбеливателем и стиражки сделать. В общем, буду держать вас в курсе. Алексей привез из России свои инструменты. Шуруповерты, шуруповерты. И вот сейчас будет колдовать. Уже у нас в ход пошли рельсы. Эти все Алексей присобачил. Все чопики, какие надо, вставил во все палочки. И теперь в ход пошли уже рельсы. Скоро у нас вот здесь будет стоять комод. Вот здесь будет телевизор. А на комоде будет караоке моя. У меня сегодня занятие через час по бокалу. В общем, не знаю, что я с этим брокколи делать, друзья мои. Я собралась опять к друзьям. Рецепт новый отснят. Мукбанг отснят. Алексей работает. Я собралась к друзьям. Обсуждать вопрос по поводу нашей машины. Пошла я. Миша, русский сделал или нет? Нет, папа же не проверил. Ты меня нервируешь опять? Нет, я вам попросил, чтобы папа проверил. Мне первое задание. Начала папа говорить, давай сейчас на рендер поставлю. Потом он уже уланг. Про то, что я даже не знаю, что тебе ответить. Там эти, однокоренные слова подбирать или что там надо? Такие глухие, гласные. Не надо тогда, не проверяй. Все, что ты получишь, это твоя отметка. Делай следующее задание. Причину нашел. Если все задания, за целый день одно задание сделал и причину нашел, что папа он ждет. Мы почти целый день гуляли. Так. Ну да, согласен. Всем привет, друзья. К нам приехала соседка наша, дорогая, любимая. Я вам рассказывала из Москвы. Вот, мы сейчас идем к нашим турецким друзьям вместе. Дети дома уроки делают, Алексей работает. А я иду в качестве переводчика. Немножко пообщаемся. Нам тут рассказывают, а, тахин такой жидкий. Тахин. Тахин. Лимон. Лимон. Лимонный сок. Булкатылашио. Перемешиваем. Булкатылашио. Булкатылашио. Вот до такой консистенции. Потом воду. Водин. Вода и. Водин. Хм. Букатылашио. Хе. Хе. Сейральтируем, а вот вот жидкую пирожку делаем короче нам рассказывают как делают салат из портовака крема крема квамы вот эспирис и йогурт истёсан хавуч истёсан кабак не истёсан кабак кабачки кабачки как ты готовишь кабачки кабачки ковырую салат она она на тёрке трёт и потом на сковороде выпаривает влагу лишнюю масло или без масла сливочное масло сливочное масло сливочное масло когда выпарится вода сливочное масло убираешь с огня и сливочное масло кладёшь и сюда 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 с людьми йогурт она использует для закусок для всяких ну вот таких заправок а вообще спросим ее как она кабачки готовит кислые кабачки нет вот такие ну дети привет всем привет я уже пришла от наших друзей соседей дети едят десерт который я вчера готовила ну как дети очень вкусно детям понравилось дети заценили вкусно им приятного аппетита чё олег на твои день рождения тортик испеку все еще хотите так как в прошлом году тортик большой испеку нет фруктами украшала эти забыли ну конечно же хотелось это в компании друзей но друзья все разъехались вернее я от них уехал наверно в общем у нас скоро день рождения у олежки будет хочу уже сереги сложить долго думала в какую коробку мне это сделать я была уверена что эту коробку я выкинула а мы сюда шары с тобой сложили вот из-под наушников давает шары пойдет переложить сюда декор когда миша закончит свою лету шить положение я ему обещала различные декорированные штучки а возьми ладно я разрешаю вот и вот эти декорированные штучки все я привезла из россии вот смотрите какая красота все это накупала я в болгарии убирай лишние вот эти вот такую вина убирай вот это все кишки убирай оставляет вот этот демонтирую все а в эту коробочку я середине погибся беру пойдемте вместе собирать середине или пусть еще пока солнышко есть поставить последний день сейчас постоит но а вы не ходите туда-сюда все вот сегодня последний денек и я соберу это все дело на солнышке еще погрею последний денек и соберу потом будем сырять а море кушать это такой деликатес это такая дорогущая вообще стуку его вина вот смотрите у нас какая превосходная погода морюшка видно вау какая красивая супер шик блеск красота тепло на балконе потому что солнышко солнышко вы чистая показалось в двери нам дара дара дам дара дам дара дам дам так здесь поменьше ходите что надо да да ставь давай хлеб сейчас будет алексей хлеб жарить будем кушать грилевский хлеб не успел нажать когда начала говорить привезла из россии вот такую фунчозу и теперь сейчас ее буду распутывать мы сегодня собираемся с друзьями на шашлыки вернее они там рыбу жарят а я тут салатики готовлю они вернее маринуют рыбу а жарить будут мужчины вечером и теперь все это дело мне надо распутать как ты думаешь на 2 раза и на 3 раза это дело но много здесь тоже на 3 на 3 минуты 200 грамм фунчоза достаточно сейчас мы сделаем распутывание этих запутываю запутанных волос пунчозовых на пол тому получу у тебя те ножнички может понадобиться все-таки нет ведь прикол в том что без ножничек обойдусь пол не будем собирать все это дело еще короче я привезла таких пакетов 2 и соответственно все это дело мы разделим на 6 частей но на веревочка завезла такое добро купить негде будем экономить тут у тебя звенец колокол это под фунчозу поставила отставляешь брокколи в одну кастрюлю может как-нибудь получили ну да ты замачиваешь и так чего добавить воду а то здесь прям шумит миша шарик у нас сейчас мы брокколи это туда и запольнем пуляю через край извините не буду вмешиваться в творческий процесс хорошо хорошо ой у нас хлеб не горит ну немножко пригорела ну подумаешь ну чуть-чуть короче надо не доверять надеюсь мне больше хлеб греть перегрел я его я алексей говорю муж веганами станем отварили брокколи вот это вот вот этот таз брокколи на 18 рублей шпинат доедаем я еще отложила чтобы вечером на шашлыки взять с собой шпинат такой салат у меня еще целый контейнер есть такой салат возьмем морковку сделаю фунчозу сделаю и овощи замариную отправлю чтобы муж мужичины на гриле пожарили алексей нам пережарил хлеб если не учитывать тот факт что немножко хлеб горчит то можно сказать что это как эти в магазинах продаваемые сухари такие нежные получились здесь хлеб такое достаточно не надо грязными руками туда лазить здесь хлеб такой достаточно воздушный нежный и соответственно после гриля он получается такой очень нежный сухарик нам приятного аппетита все кто с нами есть тоже приятного аппетита всем остальным отлично вот такого же солнечного дня хорошего настроения на миша мне кофе капучино наши турецкие друзья сказали что я первоклассный маринователь рыбы доверяют маринование рыбы только мне поэтому занимаюсь мариновкой рыбы маринованием маринуешь как это говорят мариновать там в предбаннике наша мама маринует рыбу по чуть-чуть соль перец оливковое масло в общем ничего секретного сверх естественного в моем маринаде нет это совершенно могу точно вам заявить вот все что я делаю это соль перец посыпал на рыбку оливковое масло чик все дальше мы делаем следующее я подготовила лимончики один лимончик внутрь кладем одно вот такое полное луковое колечко кладу вот такое ну естественно я все бернером до нарезала лаврушечку одну кладу внутрь в турции обязательно лимон этот лаврушку кладут в рыбу дальше сверху я кладу лимончик еще лимончик три кусочка лимончика на одну рыбку у меня уходит три кусочка луковых колечек кладу чик и чик и все это дело заворачиваю фольгой но друг сказал что в фольге он жарить не хочет поэтому когда он будет жарить рыбу на мангале соответственно фольгу уберет все вот так я кладу лет смотри запоминай тоже я кладу лимончиками и луком к верху соответственно аккуратно открывается чтобы лимончики и лук у вас не расползлись в разные стороны дальше я стилю очередную порцию фольги очередной кусочек фольги расчеваю отрезаю и беру следующую рыбку вот собственно весь секрет маринада мой по чуть-чуть вот так прям на расстоянии вот так слегка распыляю черный перец внутрь тоже распыляем черный перец и с другой стороны тоже черный перчик чуть-чуть чуть-чуть соль наш турецкий друг не любит соль поэтому я кладу буквально маленькую щепоточку на одну рыбешку оливковое масло вот не проконтролирую сейчас 0 то самое бы оливковое масло с двух сторон обязательно народный контроль на линии да можно внутрь тоже оливкового масла не мешает и все то же самое лимончик лучок лаврушечка можно две если маленькая лаврушечка и снаружи три лимончика раз два три три лучка раз два три можно покрупнее лучок у меня тут разного диаметра вот так и заворачиваем все легко и просто получается вкусная обалденная рыбка ничего сложного все достаточно просто но вот турки в восторге от моего маринада вот так вольтом кладем чтоб больше поместилось все и продолжаем нашу деятельность у меня тут еще раз два три четыре пять шесть семь восемь девять рыбешек в итоге мне уже идти за фольгой или тебе хватит нет у меня еще рулон фольги ты уже покупал before на дысь короче мы вам перевели английского на старорусский на старорусский да тут чупра да у тебя в основном или тут еще есть вся чупра нет вся чупра нет лаврака нет лаврака нет сколько чупра одно я чурпу чурпу больше люблю не больше я чупру больше люблю она более мясистая чем лаврак лаврак тоже вкусный но чупру я люблю больше